Здорово, короткое видео, пока занято ванная, в том числе небольшое обновление по машин, машин, сердцемеру, пульсометру, он сейчас сушится, проблемки какие-то возникли, не знаю, с чем они связаны, подписывайтесь на Stravo, там я уже начал постить все обновления и мысли по этому пульсометру, как и в принципе по другим всяким вещам буду тоже постить, чтобы не выпускать по этому поводу отдельное видео, но мы живем в просто сумасшедшем мире и я недавно узнал, что вы, наверное, тоже слышали, что такая операция Адерлас была, название какое-то, не знаю, может это местечко какое-то, но там вскрывали сеть целую допинга в профессиональном велоспорте и сейчас заключения были сделаны, а именно главный вроде как в этом деле это врач, который вот этой всей сетью заправлял, он получил 5 лет, 5 лет тюрьмы, не где-то там отсидеть в офисе на своей вилле или еще где, нет, 5 лет тюрьмы и запрет, по-моему, сколько-то лет ему после этого еще нельзя будет практиковать, то есть помогать людям в итоге, да, это врач, но окей, вот это, просто возьмите себе вот это на заметку и то, что в Германии распространителю детской, да, соответствующей, я не знаю, сейчас, чтобы не забанил YouTube, но вы знаете чего, всяких ужасных вещей, в которых дети, детей заставляют принимать участие, распространители вот этих видео, сеть целая в Даркнет, ему дали два с половиной года, два с половиной года, он, наверное, уже вышел за хорошее поведение, в том числе три года дали еще одному распространителю вот этого контента, скажем так, хотя тут, как говорится, стыдно называть такое контентом, но в любом случае, видеоматериал, вы просто сравните, мы вот в таком вот мире мы живем, в котором вот такие вот законы, вы скажете, ну, ёлки-палки, начал сравнивать совершенно разные дела, разные контексты, разные законы и, соответственно, разные заключения суда, и здесь все нормально, на самом деле. Нет, ни хрена не нормально, когда врач, используя свои знания, компетенцию, дает гонщикам, которые гоняются, чтобы, не знаю, заработать деньги, то, что поможет им зарабатывать деньги лучше, что, возможно, меньше ущерба для их здоровья создаст даже. Да, это, чертов, физический труд, я знаю, что это такое не понаслышке, то есть велоспорт, посмотрите, Tour de France, три недели без пощадных условий, каждый день херачить нужно просто нереально, и тут появляется врач, который дает определенные субстанции, которые помогут фактически все эти недели просто пережить, восстановление улучшается, производительность улучшается, и мы этого врача, который в итоге что делает? Делает то, чтобы гонщики показывали результат. А для чего гонщики показывают результат? Они гоняются в АСО. АСО, что это? Организация, которая, соответственно, этим всем владеет и должна зарабатывать деньги. На чем? На зрелище. Подожди, кто-то давал определенные субстанции для улучшения производительности гонщиков, которые должны показывать зрелищный результат для зрителя, который подключается к этому всему, и чем больше подключений, тем больше радуются спонсоры, тем больше спонсоров, тем больше, собственно, владелец гонки получает денег. И за это мы судим врача. Серьезно. И еще один такой вопрос по производительности. Что значит допинг? Что значит допинг? Кофе допинг? Я считаю, что да. И исследования показывают тоже, что кофе может увеличить, на самом деле, фокус и всякие другие качества. Но что значит еще допинг? Является ли допингом возможность проводить тренировки на, не знаю, Майорке, в Турции? Сейчас подписчик, смотрю, егки-палки, катается там, сотки делает, вообще классно. Это допинг, по сравнению, скажем, с тем, у кого, или той командой, скажем, у которой нет возможности своих гонщиков возить круглый год по этим тренировочным сборам. Тоже допинг, наверное. А спать в этих камерах специальных, которые что-то там имитируют, как будто ты на высоте спишь и тренируешься тоже на высоте. Вот это допинг? Это тоже стоит огромных денег. Тренировочные сборы в горах, где вот эти всякие Бернальф, Рум тоже тренируются. Это тоже стоит огромных денег. Является ли допингом, собственно, велосипеды, кто-то, какая-то команда может себе позволить, самый топчик, подогнать все к 6,8 килограмм веса ограничения по UCI. Может при этом еще сделать велосипед максимально аэродинамичным, то есть поставить какие-то суперлегкие, но одновременно с более высоким профилем колеса. Тоже допинг ли это? Я не знаю, у кого-то нет такой возможности. И здесь, соответственно, ограничение происходит или какая-то дискриминация даже. Тех, у кого этой возможности нет, а значит, у кого эта возможность есть, скажем, команда Ineos, у них есть такая возможность, что им вообще плевать на деньги. Они могут поставить себе lightweight, Malenstein, на определенные этапы гонки, просто на определенные этапы гонки, потому что они могут. Виллсет 4,5-5 тысяч евро. Они могут, они ставят. Они могут себе позволить кататься на ободных тормозах. Другие производители, я уже говорил в прошлом видео, почему ободные или дисковые, да, почему дисковые в основном остались у больших брендов. Посмотри это видео отдельно, если не знаешь. Но они могут себе позволить, да, им плевать. Самое главное, максимальная, да, максимальная производительность. Это тоже допинг вроде как, или нет? С другой стороны, те гонщики, которые не имеют всех этих возможностей, но, скажем, обращаются к врачу и берут вот этот допинг. Но его мы запрещаем, а кататься на супербайках, в суперусловиях, с суперспециалистами, врачами тоже мы это разрешаем. В том числе с такими классными врачами, которые знают, что такое ТУИ, это такая тема, когда ты вроде как болеешь астмой и тебе прописывает врач официальный допинг. Да, это все окей, но да, пожалуйста, в таком вот мире мы живем, реально сумасшествие. Тот, кто распространяет детские, детские вот это все ужасные вещи, два с половиной года. И, наверное, за хорошее поведение тоже уходит. Те, кто заинтересован в здоровье, прежде всего, да, компетентные люди, которые прописывают столько допинга, сколько надо, говорят, когда применять, чтобы не стало плохо или еще что-нибудь, какие-нибудь последствия жестокие были или побочные эффекты. Те, кто способствуют вот этому переливанию крови, своей же крови, да, они, оказывается, самые злые люди на этой планете. И тоже, сколько стоит сбить человека в Германии на тягачах, оказывается, очень дешево, буквально в некоторых случаях пару сотен евро и никакого срока. Это называется «Я не заметил». Не убил, а «Я не заметил». Пожалуйста. Елки-палки. Это просто крутой, крутой просто какой-то сценарий развития этого мира. Интересно за этим наблюдать, как сторонний наблюдатель, а вот участвовать в этом сумасшествии, конечно, это просто жесть. Дай мне знать, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. Спасибо за внимание. До свидания.